Всем привет, мои хорошие! С вами Даша, вы попали ко мне на канал, и сегодня у меня на канале будет видео про локоны, которые я делаю за 5 минут, реально за 5 минут. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. В своих покупках последних я вам уже рассказала про эту плойку. Она продается на Net-a-Porter, продается на их официальном сайте, продается на Cult Beauty, на огромном количестве сайтов, вы уже поняли, я думаю. Это бренд T3, и это лучшая плойка, которая случалась со мной в жизни. Я не думала, что от плойки к плойке будет такая разница. Моя плойка, которую я пользовалась до этого, она тоже была профессиональная, но она даже рядом не стояла с этой плойкой. В инстаграме, под моим последним видео, везде, где я появлялась с локонами, вы оставили огромное количество заявок, чтобы я показала, как же я их делаю, тем более после того, как я заявила, что я их делаю за какие-то 5 минут. Поэтому я буду вам параллельно рассказывать поподробнее про плойку и показывать, как же я делаю эти самые быстрые локоны. Она включается на вот эту кнопку, и здесь начинают загораться такие лампочки. Не знаю, видно вам их или нет, их 5. Я всегда делаю локоны на четвертой, хотела сказать скорости, на четвертой температуре. Честно вам не скажу, сколько именно это градусов, пущу по экрану, постараюсь найти эту информацию. Она нагревается буквально за минуту. Вы сейчас увидите, пока я разговаривала, все, загорелось 4 лампочки, и плойка готова к тому, чтобы делать локоны. Пока я не забыла, ссылка на плойку на всех сайтах, на которых она есть, будет, конечно, как всегда под видео. Так же, как и все, что вы можете видеть на мне, как серьги, украшения, платья. Кстати, платье у меня очень красивое, у него вырез на всю спину, так что обязательно проверяйте, ссылки под видео. Вместе с этой плойкой в комплекте идут два таких, ой, два таких профессиональных крокодильчика. Изначально я высушила волосы феном головой вниз, затем я прошла мелким гофре, как вы можете видеть, по всем корням. Про то, как добиться объема на волосах у меня было отдельное видео, пущу ссылочку наверху и постараюсь не забыть оставить ее тоже внизу. Поэтому обязательно посмотрите это видео, если еще не видели. А я тем временем разделяю голову на прямой рядок, разделяю полностью, наверное, им же, этим крокодильчиком, и доведу до конца сзади. Разделяю волосы на две половины, одну половину убираю полностью пока что, чтобы она нам не мешалась. А работать мы с вами будем со второй половины, и здесь я делаю один пробор над ухом, буквально одним пальцем. И всю верхнюю часть я тоже отделяю, и пока что убираю наверх, потому что она нам с вами не нужна пока. То, что у нас с вами осталось, я буквально из этого сделаю две, максимум три пряди, наверное, три. И я буду крутить от лица локоны от середины длины моих волос. Я беру примерно вот такую, надеюсь, что я в фокусе, беру примерно вот такую прядку, беру щипцы, и где-то от середины длины я зажимаю эту прядку и кручу от себя, вот таким образом. То есть я прокручиваю пол оборота и просто провожу по пряди. И вы видите, у меня получается идеальный локон. Они делаются просто как раз, два, три. И буквально практически половину головы я сделаю пока с вами болтаю. Еще раз, зажимаю от середины длины, проворачиваю на один оборот и просто протягиваю волосы. И давайте еще раз, зажимаю, проворачиваю и протягиваю. Таким образом у нас с вами готова уже вся нижняя часть, можно освобождать верхнюю. Верхнюю можно тоже сделать частями, пожалуй, я разделю на два, то есть вот таким образом. Эта часть передняя, лицевая, нам тоже с вами пока что не нужна, поэтому я ее уберу временно. Не завитые волосы я снова буду делить на три прядки всего, то есть вся половина головы, это у меня будет девять прядей примерно. Беру от середины длины, зажимаю один оборот и протягиваю всю длину. Ни в коем случае не задерживайтесь надолго на одном и том же месте. Мы с вами не хотим сжечь волосы, мы хотим только дать им легкие такие локоны. Середина длины, зажимаю, прокручиваю, протягиваю. Некоторые из них могут быть не идеальными, я не стараюсь сделать идеальные вылизанные локоны, тем более, что потом я их еще и расчешу. И самая аккуратная часть всего этого это передние лицевые пряди, здесь нужно постараться сделать идеально, потому что это то, что будет обрамлять наше с вами лицо. То же самое. Зажимаю, прокручиваю и протягиваю. Челку оставляю нетронутой и я ее буду прокручивать отдельно. С челкой у нас с вами все то же самое, тоже от середины длины, ни в коем случае не больше. От середины длины я зажимаю, прокручиваю и протягиваю. И она у нас с вами завивается в эту сторону. Получился небольшой залом, в таком случае я просто еще раз прохожусь утюжком по челке в этом месте, чтобы этот залом убрать. Какие-то, возможно, неполучившиеся недопрятки я могу доделать в самом конце, если я вижу, что какие-то прядки у меня торчат прямые. Ну вот у меня, например, была такая только одна. Далее самой обыкновенной массажкой я их прочесываю все свои локоны, потому что мне хочется, чтобы кудри были мягкие и очень пушистые. Вы видите, что получилась очень красивая волна возле лица. Есть небольшой залом, но, ребят, бывают погрешности и раз на раз не приходится. Я стараюсь, я учусь и надеюсь, что у меня получается. Я все это фиксирую лаком и слегка снизу вот таким образом придерживаю прядки, чтобы они зафиксировались в красивой форме. Далее я перехожу ко второй половине, доделаю все и вернусь к вам. Так выглядят мои законченные локоны. Я сейчас делаю то же самое со второй частью волос. Я прочесываю все, что я накрутила и планирую сейчас это залачить. Вот так просто. Я расчесала волосы обычной большой массажкой. Она была куплена в каком-то профмагазине. В Самаре, уже не вспомню где, если вам интересно, лак, который я использовала, это Шварцкоп. Вот этот профессиональный, как же называется? Вот, честно, даже не знаю, как называется эта серия. Просто я очень давно покупаю именно его, и он меня устраивает по всем параметрам. И реально вот так несложно и очень-очень быстро. Я долго рассказывала, но сделала это на самом деле быстро. И если вы будете делать это, не разговаривая с кем-то, а сосредоточенно на своих волосах, то, поверьте мне, ровно пять минут вам хватит, чтобы добиться вот таких локонов. У нас получается с вами всего девять прядок с каждой стороны, и максимум на все это у вас уйдет десять минут. Ладно, не пять, десять. Но когда вы уже навостритесь и набьете руку, то будет уходить не больше, чем пять. Поверьте мне, я в последнее время их делаю очень часто, возможно, я даже слегка злоупотребляю в последнее время локонами. Но я никак не могу налюбоваться и никак не могу ими насытиться, настолько они простые и лаконичные. И три дня подряд у меня классная прическа на голове. И да, пока я не забыла, если вам вдруг интересно, как сделать вот этот макияж, который у меня на лице, то я вам оставлю ссылочку наверху и внизу. На этом я буду заканчивать это видео. Надеюсь, что вам было интересно, полезно. Возможно, вы почерпнули для себя какую-то быструю технику по локонам. И я вам реально безумно советую вот эту плойку. Если у вас еще вообще нет плойки, или если вы не совсем довольны своей и хотите поменять, то 200% я советую именно ее. Это лучшее, что я пробовала и в салонах, и дома у себя, и у подруг. Я много разных плойок перепробовала, но лучше, чем с этой я никогда не сталкивалась. Если вам это видео было полезным и интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать его пальцем вверх. Тогда я для вас буду стараться еще больше и снимать, возможно, больше видео про волосы. Также не забудьте подписаться на канал. У меня выходит видео 4 раза в неделю. Понедельник, среда, четверг и пятница. И все на этом. Пока-пока! С вами была Даша. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok